В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. В них обретают все от века по воле Бога самого самостояние человека залог величия его. Сегодня это замечательное самосознание еще раз блеснуло своим ярким светом в нашем славном музее, в нашем славном городе Ямбурге. 25 километров от нас граница Евросоюза. Ивангородская крепость, которая открывает огромные бесконечные просторы нашей великой Родины. И проехав буквально совсем немножко, несколько верст, встречает имя гения русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина Мыза, где жили его ближайшие родственники. И очень замечательно, что наш славный город Ямбург хранит, бережет и оберегает эту великую человеческую память. Мы собрались как раз те самые люди, которые напрямую причастны к этому празднику. Те, которые действительно считают, что Пушкин наше все, как говорил в 19 веке Афанасий Фед. И своими действиями, своими делами мы доказали, что действительно для них Пушкин это все. Сегодня у нас торжественный такой день и торжественное мероприятие, когда будут выручены благодарственные письма, подписанные Владыкой Митрофаном, епископом Гуршским и Гатчинским. Это большая очень награда и большая очень честь получить такую грамоту. И когда Владыка Митрофан узнал о том, что у нас здесь, так скажем, собираются средства на выкуп святого для каждого русского и православного человека участка земли, он, конечно, тоже не остался безучастным и решил от себя посильно помочь и наградить благодарственными письмами тех людей, которые предприняли наиболее активное участие в сборе средств. Да, мы в начале пути. Да, еще не все собрано. Да, на самом деле этот участок еще не выкуплен. Но это начало, начало положено, и мы все верим, что будет продолжение. И в конце концов этот участок окажется в собственности уже города, что участок будет использоваться как мемориальная зона и прекратится то, что сейчас на нем происходит. И по совету Икора Эвальдовича Гешили был открыт счет и начался сбор средств. И первым, кто откликнулся, это люди из исторического общества Ямбурба Кингисеба. И в связи с этим произошел сбор средств. Собрано было не так много, но это как раз та история, когда вспоминается библейская притча про вдову и две скромные элепты, которые оказались самыми главными для Христа. И здесь, наверное, то же самое. Вот эти незначительные средства, которые были собраны историческим обществом, они послужили первым взносом, и именно с этого первого взноса пошли дальнейшие пожертвования. Благодаря Александру Ивановичу Сергееву, по его завету, наш фонд благотворительный полковой церкви изменил свой устав, получил новое свидетельство о регистрации. Теперь, помимо возрождения полковой церкви, мы также занимаемся официально, юридически занимаемся вопросом по спасению погоста Новопятницкого. Действительно, мы уже сейчас понимаем, насколько это был важный шаг для нас, потому что уже сейчас ощущаем вот эту значимость юридического лица и верим, что сбор средств будет продолжен намного быстрее. И отец Тимофей сегодня от имени Владыки вручит благодарственные письма тем людям, которые уже приложили по мере возможностей и сил свои средства и силы свои для спасения нашего значимого места, которое мы спасаем. И первое благодарственное письмо мы хотели бы вручить председателю управления исторического общества Ямбурга-Кингисефа. Рашидовой Ольге Анатольевне это благодарственное письмо всему историческому обществу Ямбурга-Кингисефа. Мы действительно очень благодарны вам за то, что вы тогда откликнулись, что Вадим Владимирович Аристо пригласил меня выступить перед членами исторического общества. И мой рассказ нашел очень большую поддержку. Спасибо большое. Рады сотрудничеству и все, что в наших силах, мы, конечно, готовы помогать. Второе благодарственное письмо от имени Владыки мы вручаем Александру Ивановичу Сергееву, потому что именно благодаря его помощи началось второе дыхание по сбору средств. Он мобилизовало депутатов наших городских и помог действительно очень многое. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в мире русской поэзии имеются следы и на территории нашего Кингисерского района. И то, что сегодня происходит и в стране в целом, и что происходит сегодня на территории Кингисерского района, это свидетельство того, что мы отдаем память своим предкам, своей истории, потому что без истории и без культуры нация не может существовать. Безнательно благодарен всем тем, кто находится на этом месте. Я благодарен, что вы пришли и дали нам возможность в этом поучаствовать. Более того, пользуясь возможностью, что 1 числа я имел встречу и общение с председателем Государственной Думы Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным, и я ему об этом рассказал. И он тоже мне сказал так, «Александр Романович, присылайте счет, и я тоже часть личных средств моих направлю в этот фонд». Таким образом мы создаем положительные такие прецеденты, которые позволят нам эту задачу в конечном счете успешно решить. И это будет во славу государства российского, во славу Генбисепского района и всех тех, кто не остался равнодушным. И я искренне признательно благодарен всем тем, кто находится на этом пути. Спасибо. Второе благодарственное письмо, подписанное Владыкой на имя Совета депутатов. Мы хотим вам вручить это благодарственное письмо тоже. Так уж сложилось в моей жизни судьбе, и я очень признателен, я лично знаком с одним из замечательных людей, подвижников православия, человека, который очень много сделал для восстановления храмов на территории Легерской области. Это человек, который построил храмы на Средней Рогатке, Юрий Григорьевич Харченков. И я бы хотел вам подарить его книжку. Кстати, благодаря его молитвам, его сподвиденству, он как раз был один из тех вдохновителей той встречи, которая произошла между Римским Папой и нашим Патриархом. Пожалуйста, читайте. Очень-очень очень много. Награждается благодарственным письмом глава муниципального образования Большевудское сельское поселение Медисепского муниципального района Алексей Анатольевич Иванов. Он оказывает большую помощь и содействие, и финансовую помощь он унес на благо этого участка. Люди, которые дали нам жизнь, которые строили нашу культуру, мы участвуем в том, свой посильный вклад, каждый вносит, да, минимальный. Это, наверное, самое малое, что мы можем для них сделать, но, тем не менее, мы все это делаем. И, как Александр Иванович сказал, по этому поводу все депутаты не остаются безучастными. В районном совете депутатов также идет сбор средств. Главы на местах будут проводить работу со своими местными советами. И, конечно же, статус регионального памятника, он должен привести в какой-то подобающий внешний вид своему статусу, в своем названии. И к этому мы и стремимся. И в сегодняшний день были предварительно проведены переговоры с несколькими приличными компаниями, с одной петербургской, одной местной компанией, которые после того, как этот участок будет выкуплен, применят свои силы и средства для того, чтобы привести этот благородный вид, подбуду в строю и создать какие-то условия для паломничества в хорошем смысле этого слова. Еще одно благодарственное петло мы просим вас передать Петру Владимировичу Ромелю, генеральному директору ООО «Алькасар». Именно это один из людей, который готов безвозмездно благоустроить всю территорию. И когда он узнал, что существует еще место, которое связано с историей и культурой, он сказал, что нет никаких разговоров, он поможет благоустройству его. А третье письмо администрации муниципального образования Большеводское сельское поселение вручается Олегу Викторовичу Петрову, заместителю 2В-арминистрации. Мы были в администрации, беседовали, смотрели планы. Дело в том, что участок вот этот, который занимал Митейл-Архангельский фогост, 7 соток земли находится в частной собственности, и 3 сотки земли, это Большеводская область, земли Большеводской области, рекреационные так называемые земли. И мы разговаривали с главой Большеводской области и пришли к общему выводу, что надо соединять вот эти 3 сотки с теми 7 сотками, которые находятся в частной собственности пока, для того, чтобы восстановить повост в прежних своих границах, оградить его, создать часовню, как она и была в ограде этого храма, и поставить общий памятник всем похороненным на этой территории. Благодарственное письмо от платыки Митрофана вручается генеральному директору ЗАО «Подога» Ильякову Сергею Юрьевичу, который тоже внес средства, дело, отрождение Михайловича. Хочу уже просто добавить и отметить, что очень приятно, что отметили грамотно, но это не главное. Я вижу главное, что вот уже не раз сегодня сказали, что люди и бизнеса, и власти, и просто обычные граждане свои личные средства вкладывают, что люди просыпаются на сознании. Мало того, что просыпаются, они это делают от души, от всей души. Поэтому хотелось бы именно сказать благодарственное слово людям, которые проявили инициативу, и людям, которые в этом участвуют. Благодарственное письмо нам вручает главный редактор информационного портала городки Министерства РЭС Плюшко Виталию Анатольевичу, который оказывал нам различные информационные содействия и, кроме этого, помог в сборе средств. Хотелось бы сказать, что здесь нас собралось не так много, а все-таки, чтобы пришло то время, чтобы понимание, что наша история это наше будущее. Как мы относимся к своей истории сейчас, такое нас будущее ждет. И просто, чтобы хотелось это одно, чтобы нас было дольше и понимание все-таки дошло до общества. Еще раз обратиться к горожанам нашего города, к предпринимателям, что мы очень нуждаемся в помощи. Но всем миром, если мы помаленечку, понемножечку, как говорится, сбросимся, то это слишком ощутимо не будет для кармана, для кошелька людей. Но место будет спасено, и мы его в хорошем виде, не стыдно будет его показывать нашим детям, нашим внукам, мы передадим его уже в хорошем состоянии нашему потомству. И страшные страницы, истории этого места, они останутся позади уже. Наше самосознание ямбургское пусть цветет, развивается и приносит благость нашей замечательной родине, нашему любимому городу Ямбургу Кингисеву. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»